Добровольцы Через несколько минут они будут выброшены на необитаемый остров в Карибском море Они знают, за что борются Но вряд ли представляют, что могут потерять Через 39 дней на острове останется только один человек Но и он может больше потерять, чем найти Это история о них КОНЕЦ КОНЕЦ Ну что, вы сами этого хотели? У вас есть две минуты, чтобы собрать вещи Время Все отлично Они заберут с корабля все самое необходимое Выплывут к двум диким островам Где без всякой помощи Без всякой связи с внешним миром Они будут жить вместе Добывать еду Защищаться Бороться за жизнь 15 человек не выдержат испытания До конца дойдет только один Он уедет отсюда с 3 миллионов Дорогие 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 Два племени будут жить на разных островах Первое племя называется Тортугас По-испански черепахи Их цвет оранжевый Игорь Перфильев Подводник Капитан 2-го ранга Ольга Корчевская Экономист из Киева Иван Любименко Студент из Волгограда Наталья Тен Из Самары Приехала завоевывать Москву Нигде не работает Сергей Терещенко Бывшая охрана Сейчас работает бухгалтером Анна Модестова Педагог начальных классов Борис Иванов Пенсионер из Омска В прошлом горный инженер Теперь подрабатывает ремонтом холодильников Надежда Семенова Стоматолог из Балашихи Второе племя Лагартос Ящерица Их цвет синий Александр Морозов Предприниматель из Санкт-Петербурга Нижана Князева Редактор Приехала из Казани Елена Кравченко Актриса Родилась в Одессе Сергей Одинцов Работает на таможне в Курске Бывший собранец Александр Целованский Слесарь из Киева В настоящее время безработный Сергей Сакин Писатель Ирина Фурман Органистка Живет на Украине Родилась в Харькове Инна Голес Фотомодель Эти люди были отобраны Из пяти тысяч добровольцев И совсем недавно Они даже не знали О существовании друг друга Они очень разные И навряд ли бы встретились Когда-нибудь В своей обычной жизни В этой жизни Они тоже будут разные Хотя судьба у них Теперь одна Их увидят Друзья и родители Начальники Жены Бывшие одноклассники И соседи По подъезду Увидят их такими Какими они будут Все зависит только от них Кто-то вдруг окажется Лучше Чем он привык о себе думать Кто-то совсем наоборот Кто-то просто останется Самим собой И это уже немало На том острове Куда все они сейчас Так стремятся Вы непобедимы Ой, а здесь так красиво Да Ой, мне нравится Посуда Посуда, веревки Девушки Девчатка Кто бы на нас готов Топор Еще один Мачете Лобарь Ляшка 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 Вода А девочки Вода Стой, 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 стой Нам материал нужен Кончай Ты что делаешь Так, слушай Смотри Здорово Хоть знаем где Здесь полуостров Гуан Вот, игуаны А вот они Черепахи И береги Джей Севен Да, береги Севен И черепахи А они на Джей Севен Или на игуанах? Нет, игуаны Вот Почему так Вон название Наше Игуаны А, смотри Да, дерево пеликанов Вон оно Точно, да Ну еще они Напротив нас Прямо Прямо Напротив нас И берег Джей Севен Как его теперь сушить? Что? Где им? А вот Боже, это какой-то кошмар А-а-а Раскладывают на деревьях? Сторожительно Они бедням оскар И без гитар Давай на самое Самое Ничего такого Ничего Ничего У меня тоже Ничего Ничего Да, тяжкая дорога Сильно греет То, что Команда соперников Ну что там Что-то скувыркается Раз Две Раз Две Раз Был бы посторонний Сказал бы Хоть приближаемся Герем Нет, да? Я одно могу сказать Что мы пока Не удаляемся Это я точно могу сказать Поэтому гребите Раз Да, я вступил Я вступил На меня и назад У тебя и назад? Да Надежда, иди сюда На меня и назад Чуть-чуть назад Все назад Это смысл Все Давайте вот сейчас Подумаем Каждый Предложит Как обустроить лагерь Где что Коротенько Ну типа Мозгового штурма И то, что мы выберем Нужно начать делать Потихонечку А давайте мы минут 15 Просто Хорошо Это тоже одно из предложений Нет вопросов Давайте мы Давайте Я смотрю Давайте минут 15 Каждый делай что хочет Я не рвусь в лидеры Потому что в общем-то В своей жизни Я и в армии Командовал отделением И работал на заводе Начальником Сейчас нет нужды Каком-то командире Просто нет Это нужно сейчас делать А потом уже отдыхать 15 минут 20 минут Сколько можно Ну да Я при этом Нужно уже отдыхать Это уже Планы стоишь 15 минут Започиваем Кокосовое молоко Превращается в это Возьми вот это Отвертую Корочку Настоящему вкусную Вот из этого Баунти делают Машинку Шоколадок Баунти Я хочу тебе сказать Что если бы мне такое Подали бы в ресторане Я бы когда в следующий раз пришел Больше заказывать бы не стал У меня уже 12 лет Он руководящий работ В разных местах Ну поэтому Я уверен Если уж я принимаю решение У меня как бы Не спонтанно идет Так рассчитываю Что будет вперед После того Как будет сделано То что я говорю А вы любите Которую команду Даже если правильно То есть по поводу туалета Да? Да ты поймем Мы с тобой нашли Значит Это не мое предложение У меня есть другое предложение По поводу туалета Значит стоит вот здесь лопата Да? Человек уходит Копает ямку Закапывает Да? Вот какое-то В том направлении Если лопаты нет Значит кто-то там вернулся Лопату воткнул С мусором С мусором Для мусора можно Для мусора можно Выкопать яму Да? Но вот Все С весной Начиная с кокосов Там кончая объедки Если что-то будет Если у нас будет столько еды Что будут объедки По лагерям не бросать Наползет всякая гадость Есть предложение За то чтобы положить плод Так Есть такое предложение? Ну вы говорите Плод Саша предложил Положить плод На него положить Вот эти пальмовые листья Это будет просто навес От дождя Что? Просто на плоту спать Наверное будет Мне будет тяжело Например Я не знаю Ну что-то натаскать Чтобы помягче было Из рюкзака Чего-то достать Не знаю Эти штуки Планов громадим Ничего не успеем Давайте Кто решил Давайте мы Давайте мы Давайте мы Давайте мы Подумаем просто Как нам переспать Эту ночь А завтра Мы разделимся Пойдем Кто в воду шукать Кто в лес И подрываем Хорошо Будем горбатыми Стахановцами Они будут Стоянными 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 Есть татарик? Давайте будем Ночь Стоянными Давай wewewe Субтитры сделал DimaTorzok Да, я его возьму. Хорошо, что кто-то мой рюкзак все-таки зацепил. Я думаю, если я без рюкзака оставлюсь, ну, на мой размер-то точно вещи никого нет. Нет, это не мои, это мужские вещи. Гребли, 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 течение сносит, сносит, сносит. Ящики начинают болтаться. У меня, честно говоря, был мандраж. Ну, не за жизнь, естественно, а за потерю ящика. Слушайте, ребят, сейчас солнце взойдет. Ставит. Серьезно, страшно. Предлагаем вас выслушать и дать нам ценные указания. Больше чего нам делать. Так, никаких указаний не будет, сейчас будем все работать. Я сейчас скажу, выскажу, потому что я видел место. Место сейчас, где девчонок поеду, начнут там потихоньку убирать, отсюда достанем то, что есть. Нужно место расчистить. Вы же не будете спать с индивиду. То по вам, по вам, по-позре. Я буду слушать человека, тот, который действительно что-то знает. Сейчас, на самом деле, это Борис. Человек, который был в походах, ну, больше, мне кажется, знает и не суетится. Меньше суеты создает. Игорь больше стоит суеты, очень много стоит суеты. Каждый должен делать свою работу. Если все будут стараться что-то делать, то, что не умеют, ну, это бессмысленно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Играет. Ребят, птички поют и звезды. И так все ночи, до утра. Я еще раз говорю, вот пока все здесь, пьете, вот эту фляжку пьете, не ложите ее в кучу, чтобы следующий не брал целую фляжку. Куда, куда вещи? Вот куда, вот куда. Еще? А куда? Куда? Горь. Я в меня вали в область. Горь. Поехали. 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 О, там все можно. Все можно. За те 8 часов, которые мы провели ночью под дождем, 3 часа, которые мы провели в воде, открылись очень многие качества характеров людей, которые до этого в принципе были не видны. Я принимаю всех этих людей со всеми их достоинствами, недостатками. Дико холодно вообще, мы очень замерзли все. Даже наши мужчины. Не похоже на тропики совсем. Мокро, неудобно. Хотя не знаю, Наталья говорит, что ей снилась Москва. Я не могу сейчас представить, что вот Москва, да, там 10 градусов, серо, дождь. Это вот какая-то... С другой стороны, сегодня нас мочил не менее сильный дождь. Всю ночь мы провели песок, трава, не пойму в чем. Песок просто везде, мне кажется, в ушах и в глазах был. Меня разбудил Игорь. Часа через три был дождь. Мы быстро все покидали, все, что можно было спрятать. И перестояли где-то полтора часа. И после этого решили построить вот навес. А мы есть сегодня будем. А вот это у нас второй завтрак. Кожицу снять, а вот это вот уже жевать. Мне пока не хочется. Я еще не настолько голодна. Мы оказались в каком-то ботаническом саду. Нереальность. Мурка, ты мой муреночек, Мурка, ты мой котеночек, Мурка, Маруся Климова, прости, любимого. Мне кажется, ты песни не знаешь. Не, я знаю просто петь не знаю. Если я спою, потом опять будет говорить речный фандит. Я поэтому отказываюсь от таких песен. Я лучше их Марусь послушал бы, спел бы. Они известили на себя кучу проблем. И вот так вот как-то с усилиями их тянут. В то же время, как я считаю, что эти же проблемы, ну не проблемы, а допустим какие-то препятствия, которые возникают, можно решать очень весело и быстро. Ой, Марусь, Марусь, не морозь меня, не морозь меня, о моего коня. В общем, мы создали просто некий уголок полуцивилизации. Все люди друг друга уважают, никто никого не обижает. Это, пожалуй, тот город солнца, идеальный, который в философии существует, где царит доброта, покой. И люди, никто не стремится быть первым, нет правил, потому что никто не собирается их нарушить. Краба, ну крабы, они маленькие здесь. То есть, ловишь краба, сразу все налетают, у каждого по ноге отдал, и сам ничего не наелся. Вот, да, хочется чего-то вкусненького, ну мясного, хочется мяса. Мышь перегрызает кокос, и ловушка закрывается, потому что она постоянно в натяжении ставит. Вторая веревка держит за этой гвоздь, держит ее, и это пустится. А если кокос перегрызан, она должна упасть. А там нету рядом ореха, посмотри, вот с той стороны, Инна. Рядом вот там вот орех тоже есть. Да, его просто поддеть надо, он сейчас вывалится. Волота еще настоящий, не успел проснуться. Конечно, дико тяжелон, причем даже не столько для тела, сколько для духа. Но вкуснее, чем этот миндаль. Нет, миндаль не ешь. Я попробовала. Гадость, гадость. Такая есть прикладская украинская, что в пекле хотя бы не холодно. Душновато, не холодно нормально. С едой, да. На работы можно жить, а на жертвы можно умерть. Но я же сегодня нажал свое мясо, грамм 20 было, то есть попало на мою долю. Кокосы. Мы сегодня ходили туда на пляж, там нажали с кокоса. Вот много людей, значит, которые живут в Москве или в Киеве, могут сказать, что они наелись за кокосов от пуза. Я думаю, что немногие люди скажут, что я вот сел, обедал, ужинал, там, завтракал обедом. Мне так и наелся, что уже просто на них смотреть пойти. Но мне сейчас на них пойти на смотреть. Ничего. То же самое. Да, не знаю, сегодня. То же самое. Нет, но этот слаще гораздо. Да? Да. Надо красные, красные чунки. Есть обед замечательный, нет обеда, ну и как бы, ну и нет обеда. Пока еще никто не убирает. Сейчас как раз тот момент, когда нужно нравиться окружающим. И когда я вижу, как люди стараются это делать, у меня вызывает совершенно обратную реакцию. Как бы знаешь наперед сценарий. Знаешь для чего, знаешь зачем, знаешь результат. Результат известен. То, что останется один человек, это будет известно. И то, что через два дня будет кто-то съеден, это тоже известно. Это почтовый ящик. Каждое утро люди будут приходить сюда за письмом. Каждое письмо может изменить их жизнь. Это их единственная связь с внешним миром. Узнавать о почте они будут по гонгу. Да, ночь была тяжелой. Пусть порадуются. Итак, наше первое послание. Если вы внимательно посмотрите на берегу и в лесу, у вас будет запах. Читайте это послание возле места, изданного вами для ночлега. Если вы внимательно посмотрите вокруг, без сомнения увидите пальму, смотрящую на стан ваших противников. Вот она. Идите на восток. Есть предложение. Хорошо. Я думаю, что мы должны быть на берегу Ли-Севен. Идти придется долго. Подтирается хоть заорадцы. Идите на берегу Ли-Севен. Идите на берегу Ли-Севен. Еще бы на стол поставь тоже. Это было в письме. Это бор, мука или крахмаль, я не знаю. Или манная каша. Это похоже на... На борщину? Нет. Мука скрипит обычно. Может быть, это соль? Вы же не зовете меня. Вы ничего не открываете. Подожди, не открывай пока. По команде будем открывать? Это остров. Мне кажется, каждый про ребенок, что он хочет. Конечно, это команда. Значит, пункт первый. У нас осталось в матче малой еды. Но надо экономить. То есть, я не должен наесть, а Серега. Чтобы на вечер оставить. И чтобы на вечер оставить вот эти продукты шинандали. Кто хочет есть, периметруй. Ну что такое в самом деле? Какой-то консуал. Решили есть, решили не есть. Ну, у нас рис вчера был замочен гораздо... На длительное, на большее время, чем сейчас. Он сейчас будет жесткий. Здесь, ну, большинство такое... Ну, и молодежь сейчас современная, она как бы так нацелена. А вот если стоит, рис замачивается. Совершенно спокойно. Я как бы для себя это не могу. Постали рис замачивать. Подойти оттуда. Поднять, что, господи. Не один раз там. Пока никого нет на берегу. Это для большинства, это в порядке вещей. Я могу, например, сейчас еще не есть. Я не буду есть. Давайте каждый решит для себя. Я тоже могу не есть. Я знаю, что... Ну, и ешь тебе, не думая о том, что я поэтому буду. Каждый решает для себя, что у него носки. Хочешь наденять, кто не хочет, что у него в рюкзаке. А то, что продукты командные, решает команда. Нет, если бы я решала съесть все, тогда вы бы мне вот сказали. А я решаю не есть вашу почту. А вы мне говорите, что решает... А может, этот конфликт остается? Ну, не хочешь я... Нет, тут не было... Ребятки, мне кажется, никакого данного снято нет. Правильно? Мы тут второй день решаем, открывать тушенку или не открывать. Давайте голосованием, давайте тайным голосованием. Я второй раз уже говорю, ну, давайте сделаем так. Кто считает, что... Что... Он может не есть, кто-то может не есть. Ну, я думаю, что это усталость. Лена была тут на грани, срыла. Кто-то может не поесть и умереть, а кто-то может не поесть и чувствовать себя прекрасно. Я просто против того, чтобы это было каким-то таким фактом насилия. ТерPO МОТОВАТИНСКИИНСКИИ ИИЗОЕСЬ. А вы говорите, есть нам нечего. Огня, дайте. Вот этот товарищ тоже хорошо массаж делает. Пойдешь его делать массаж. Попробуем, Наташ? Не знаю, мне кажется, все ожидали чего-то другого. Я не знаю, легче, наверное, может быть, чуть проще. Ощущение этой мокрой сырости, постоянной. Удивительная мерзость. Постоянно все важное, даже на солнце. Ничто не высыхает, действует на нервы сильно. Еще сильнее, конечно, на нервы действует то, что бороться с этим, в принципе, можно. Бороться можно одним единственным способом, добыть огонь. Сейчас, 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 подожди, подожди, пускай она сначала нажмет. Так, подожди, 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 подожди тянуть. Сейчас встанем. Подожди. Так, давай. Подступай. Засовывай тебя, засовывай. Поддувай, засовывай, засовывай. Блин. Мы не знаем друг друга, мы видели всего лишь два-три раза, и сейчас идет такая притирка. Собрались все кролики с опором? Привыкли перед Удавом все сидеть, да? И можно на танки въезжать, и слава богу. А если там толпа Удавов сидит, понимаешь, еще один появился, ну, значит, его сожрут. Песок? Мок, песок. Песок-то нахера? Песок не горит. Они как чувствуют себя самыми старшими в команде, то есть, все это... Жезл управления, вроде бы, как бы у них в руках, но это не так. То есть, я сам себе командир. Давай я сейчас отмечу здесь, например. Вот здесь сверху поставь Ира, Саша. Все это было очень тяжело, и на самом деле это было еще страшнее, чем можно было ожидать. И негде спать, и все мокрое. Я рассталась со своим сыном, и последнюю секунду, когда я уезжала, он ко мне подошел и сказал, тебе талисман. Он тебе поможет. Сидяй, сидяй, сидяй. Давай, давай, давай. Давай, давай. Ну, сдувай. Давай, другую дырку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пешата! О! Проходи, строится. Сегодня вас ждет первое испытание. Проиграем меня, боюсь. Вечером племя, которое его выдержит, получит факел. Вместе с ним защитный тотем. Проигравшее племя должно будет завтра собраться на совет и выбрать человека, который уедет с острова первым. Насколько я успел узнать, всех 16, все детали биографии, поведения, знания о выживании всех 16 участников. Два более-менее опытных человека, они в той команде. И в той команде нет сопливых людей. Мы все-таки выбираем. У нас команда, в плане физической подготовки. Там, я думаю, что будут нужны определенные физические умения, навыки, не знаю, даже подготовка физическая. И это не какие-то там мысли, что, знаете, мы выиграем и все. Ну что, сегодня первое испытание. Начинаем бороться за жизнь, к настоящему. Первая ночь трудная была, да, я слышал вас? Отличная была ночь. У вас-то было хорошо, у вас, вы подготовились, у вас жилье было. А вы как-то не очень, да, позаботились. А городские все, не привыкшие к свободной жизни. Сейчас мы начнем испытание. Испытание, в котором одни из вас победят и получат вот этот тотем. Ой, класс. Это ваша защита на три дня. Право сохранить друг друга, это право ни с кем не расставаться. Ну, в общем, это ваше право на жизнь. Кстати, огонь вам добыть ведь не удалось. Солнце плохое? Пока нет. Но, сегодня у вас есть возможность получить огонь вместе с этим тотемом. Потому что огонь, это тоже право на жизнь. Теперь испытание. В море два плота. Вы должны вытащить плоты на берег. По дороге зажечь все факелы, которые находятся в воде и на суше. Вы зажигаете каждый факел. Если один факел не зажжен, вы проиграли. Вы должны держаться хотя бы одной рукой. Вы должны держаться за плот. Если кто-то отпустил руку, вы проиграли. Понятно? Ну, удача. Не надо сильно, не надо сильно. Пошли. 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 Вы должны... Пошли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, вы выиграли сегодня это испытание. Вы получаете право на жизнь. И вы получаете еще кое-что. Здесь 15 охотчих спичек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, мы завтра с вами встретимся на совете племени вечером. И вы сами должны будете решить, кто из вас первым отсюда уедет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я отползла на баню на дверь, он сидел у костра. А там все время течет. Там мокрые, я проснулась, вся мокрая. Поэтому вот я вышла, мне уже все равно. Мы постоянно находясь в мокром и при такой температуре. Это не очень комфортабельно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ожидал надежды завтрашний день, что будет солнце все-таки. И будет нормальный день. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда ты просто знаешь, что вокруг тебя будет очень много всяких паразитов, гадов, бегать, ползучих там и различных, и ночью, первые, тут же, когда ты уходишь там посмотреть территорию или просто в туалет, в конце концов, и чувствуешь, что вот под тобой все шевелится, шевелится абсолютно. Очень сильно боишься этого. Потому что мы не успели днем разглядеть, что может там вообще шевелиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я последний раз в лесу был, наверное, когда мне было лет пять. Сначала мы, я конкретно, ловил, пытался поймать ящерица и игуан, просто потому что это привычка такая. В России они бегают гораздо ящерицами, имеется в виду медленнее. Их ловили мы просто для забавы. Здесь, конечно, примешивается чувство голода к этому, и мы хотели попробовать их приготовить. Но поймать их совершенно невозможно, потому что они гораздо быстрее, чем их русские сородичи. Опа! Опа! Ты врубаешься, кто это? Нет, вон там еще яйца лежат. Запретная пища. Череповьи яйца. А это еще не вылупишь, если, да? Да. Вот, вкладка большая какая. Не открывай, пускай лежат. Пускай лежат, да. А он кричит, мама, мама. Смотри. На теле приплыл сразу. Он совсем дохлик такой был, лежал вообще, он не может сидеть, ничего не делал. А сейчас он пытается выбраться. Ну мы его посадим тогда в эту плошку кокосовую, да? Польосик. И пульнем умерли? Не пульнем. А вот заплывем, и подальше там выпустим, где прибоя нету. А там эти... Ну а что делать-то? Они же пожили. Если тебя тут не было, так помер бы? Место ребят. Ну только из яйца сегодня вылез, ребят. Дайте человеку отдышать. Сначала он совсем прям такой был. Допленький. Мы посадили его в такое корыто железное. Создали ему там максимум условий натуральных. Положили раковину, натаскали водоросли. И он как-то задвигался, задышал, слава богу. И мы отпустили его в море, потому что понимали, что как бы сами выходить его не сможем. Ты ж вранье проклятое! Пока племя черепах охотится на ящериц, племя ящериц отпускает на волю маленькую черепашку. У каждого свои представления о свободе. Черепаха живет как хочет, плавает где хочет, ест когда хочет и спит когда захочет. Черепаха не должна подчиняться законам племени. Но даже ее можно поймать, а можно отпустить. Что лучше, каждый решает сам. Сегодня день совершенно отвратительный. Нужно выполнить совершенно неприятную процедуру. Нужно выбрать человека, который будет съеден образно нашим племенем. Не нужно делать вид, что я умнее, что я чего-то знаю, а ты не знаешь. Нужно как-то сообщать максимально. Сделать существование это максимально комфортабельным, в смысле психологическим. Я срываюсь тогда, когда люди переходят вот эту самую черту. Бывает ситуация, когда на пользу команде это будет одного сожрать. Это мое такое мнение. Может быть и я вылечу так, как я такое тут гордо так заявляю. В принципе, я так вот прикидывал, кто что может. Поэтому скажу вам сразу, что команда мне очень нравится. Если придется какое-то вычеркивать, будет определенная, так сказать, проблема морального плана. Хотя это у всех будет проблема морального плана. Я не доверяю никому. Это такая игра, тут все волки. Каждый на этом этапе хоть их делает вид, что все хорошо, сейчас мы команда. Но это команда из волков. В этом месте будет собираться совет племени. Каждые три дня здесь будет решаться, кто должен уйти с острова. Вчера племя синих, Лагартос, не выдержало испытания огнем. Именно они сделают сегодня свой первый выбор. Даже не знаю, как это будет. Это и есть, наверное, самое трудное. Жить вместе, делить еду, а потом вычеркнуть из жизни кого-то одного. В любом случае, решение будет принято, и кто-то один ответит за всех. Редактор субтитров А.Семкин Добрый вечер. Сегодня вам первым выпало прийти сюда и провести совет племени. Отныне он будет проводиться здесь, каждые три дня. Кто-то один каждые три дня будет уходить. Тот, кто уйдет, будет иметь право последнего голоса. Вы можете оставить его в защиту любого из своих товарищей. И в следующий раз, если голоса разделятся, то ваша воля может стать решающей. Вы только что зажгли свои факелы от общего огня. Огонь здесь означает жизнь, и теперь он у вас есть. Потому что, когда вы пойдете обратно, вы возьмете эти факелы с собой. Ставьте факелы, садитесь. Здесь оказывалось не совсем то, что вы ожидали, да? Нет. Абсолютно. Мы, взрослые люди, знали, на что шли. Неожиданностей не было, вы хотите сказать, да? Вот этот момент, который сейчас будет. Простите? Тот момент, который сейчас наступит. Других трудностей не было. Вы по одному подходите к месту для голосования. Пишите одно имя и объясняйте свое решение. Мы не слышим, что вы будете говорить. И я вам обещаю, что до самого последнего дня ни один человек на острове не узнает, как вы проголосовали. Начинаем с вас. Мне очень жаль сделать такой выбор, и очень трудно его сделать. Мне кажется, вот в интересах команды, это человек, который немножко дисбалансирует, и его агрессивная такая, несколько агрессивная позиция негативно влияет на общность команды. А сейчас самое главное – это команда. То есть я действую не только в своих личных интересах, но, мне кажется, в интересах команды. Я не знаю. Может быть, я не права. Мне очень трудно сделать выбор. Лена, вообще-то, очень хорошая девушка, женщина, приятная все. Но, в принципе, остров – это не ее. Она должна жить в хорошем городе, со всеми удобствами, с ванной. И, когда нормальное питание, здесь она немножко срывается. Я думаю, что это даже ей будет на пользу. Может, это звучит цинично, но я думаю, что это мой выбор. Я голосую против этого человека, потому что в его присутствии в нашей команде возникают какие-то конфликты, потому что он человеком не сомневающийся. Потому что я не могу с ним жить на острове, строить дом, искать пищу. Поэтому я с ним расстаюсь. Хотя я бы этого не делала, на самом деле. Для этого драматического момента я избрала, может быть, глупый, но возрастной ценз. Пусть это бывают те, кто моложе. Может быть, у них еще все впереди. Тяжело было выбрать, конечно. Команда вроде организовалась, племя. Но тем не менее, выбирая этого человека, потому что, наверное, более самый хитрый такой, продуман. Такие люди очень опасны. Довольно тяжело удалось это решение. Потому что я понимаю, что кроме какой-то личной несимпатии к Лене, к ее каким-то поведенческим моментам, ничего нет. У нее плюсов гораздо больше, чем минусов. Плюсов поведения. Окончательнее я это понял на вчерашнем конкурсе, когда она выложилась точно так же, как и вся остальная команда до конца. Ну и просто у меня есть одна контрабандная вещичка. Это монетка. И бывает такое. Не так уж редко, на самом деле, в моей, во всяком случае, жизни. Жребий Орел и Решка совпал с моим личным мнением. Вот так вот. Но мне больно это делать. Субтитры создавал DimaTorzok Я считаю, что команда должна покинуть Лену. Эта игра, конечно, индивидуальная. Но на первом этапе, когда всем тяжело абсолютно одинаково, должен быть нормальный климат, нормальная атмосфера в команде, для того, чтобы этот первый этап сложился так, чтобы в дальнейшем было бы максимально легко. Постоянное нытье, стинание и поиски виноватых кругом. Один опломб, из-за которого ничего больше нету, никаким образом не способствует нормализации обстановки в команде. Поэтому мое решение именно такое. Мне очень было трудно сделать этот выбор, и мне действительно глубоко симпатичен этот человек. Она личность, а это уже то, за что человека можно уважать. Но в племени у нас нет случайных людей. Я считаю, что излишняя эмоциональность этого человека негативно сказывается на моральном духе всего племени. Прежде чем узнаем, кто это будет, я хочу ему сказать, что почти каждый из тех, кто здесь сидит, уйдет. Поэтому отнеситесь к этому с мужеством. Лена. Сядьте, Лена. Сядьте, пожалуйста. У нас восемь голосов. Лена. Саша. Славанский. Князева, Снежана. У нас два голоса против Лены, два против Саши и один против Снежаны. Лена. Лена. Это вы, Лена. Возьмите ваш факел, подойдите, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Клима решила. Удачи вам. Удачи вам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ваш первый совет окончен Вы получили огонь И потеряли одного человека Удачи Ребята, я хочу вам сказать Что я приняла удар на себя Что я первая Что первой быть Страшно и стыдно Но я все равно стильная Поэтому это я По поводу того, что Проголосовали против меня Или за меня Я хочу сказать Что люди себя покажут в дальнейшем По поводу того, что Мы с вами как-то так Существовало ли какое-то время Это было здорово Я вам желаю Чтобы вы были сильными Чтобы вы победили Вот И Чтобы вы были достойны То есть достойно прошли Через это все На самом деле мне Легко Потому что Когда я там сидела Я видела Как я иду по этой дорожке Как я ухожу Я знаю, почему это так произошло Потому что я Не смогла бы больше Сидеть и идти туда И там писать Я хочу сказать спасибо всем Кто был со мной Хочу Сказать До свидания Навсегда Кто был против меня И я хочу оставить свой голос Одинцову Сергею Я хочу, чтобы он победил Я ему желаю От всей души Все Следующий раз в последнем герое Смотри На необитаемых островах Началась жизнь Это рыбу вроде ловил Которой до сих пор нету Первая встреча с природой Вот эти вот прыжки Невероятные Первое чувство голода Первый скандал Леви черепах Давайте Сейчас Пусть еще Коля и Игоря Что делает Игорь Он мне намынет морду Правильно? Момент А кье решение Это было? Первое испытание Это слабый ход С нашей стороны Я против него Первая охота Кто уже без состроги Там Такие плавают монстры Первый день рождения Борьба с голодом Борьба с природой Мы не прощаемся Потому что скоро будет костер Извини, брат Борьба с одиночеством Я, в принципе, тоже к людям Очень хорошо отношусь Борьба с самим собой Черных Вот если бы Небо положили на тарелку Возможно, я бы не сли Последний оставшийся в живых Получит 3 миллиона рублей Оставься в живых Отчаянных сил Ни свой, ни чужой Последний герой Все то немногое На черное не ставь Когда любовь Когда любовь и слезы Не дороже хлеба И кажется, что до земли И кажется, что до земли Добраться в план Возможно, тем, кто по воде Уходит в небо Оставься в живых Оставься в живых Отчаянных сил Ни свой, ни чужой Последний герой Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»